Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! В этом видео я покажу вам мастер-класс по вязанию узора вафелька. Вафелька крючком. Нам понадобится пряжа и крючок по размеру. Для образца я наберу 18 воздушных петель. Набираю 18 воздушных петель. Я набрала 18 воздушных петель. Первый ряд нужно провязать столбиками с накидом. Первый столбик мы будем вязать в 14-ю петлю. 3 петли 1, 2, 3 это петли подъема, 1 поворотная. И в 14-ю петлю мы вяжем первый столбик. Столбик с накидом. Вот так. И весь ряд нам нужно провязать столбиками с накидом до конца. Должно получиться 14 столбиков. Я провязала 14 столбиков с накидом. Теперь делаю 3 воздушные петли и поворачиваю вязание. Повернула вязание. Теперь мне нужно провязать 1 вогнутый столбик. Провязываем его под столбик предыдущего ряда. Под первый столбик. Вот сюда. Почему под этот столбик, а не под этот? Потому что здесь мы набрали воздушные петли и они соответствуют под столбиком. Они под столбиком, поэтому вяжем во второй. Уже получается. Дальше вяжем 1 столбик с накидом. Вот смотрите, петелька, которая под столбиком, вот она. Я вяжу в следующую. Не перепутать, считайте количество, чтобы оно у вас не увеличилось. Столбик с накидом. Теперь мне нужно провязать вот эти столбики 2 вогнутых. 2 вогнутых столбика провязываю. 1 столбик. И опять второй. Под второй столбик также вогнутый. Вот смотрите, 2 вогнутых, да, вот эти, 1 обычный. Обычный столбик с накидом в следующую петлю. Теперь опять 2 вогнутых. 1 вогнутый столбик и второй вогнутый. Так, теперь опять 1 обычный. То есть мы чередуем 1 столбик с накидом, 2 вогнутых столбика с накидом. Чтобы у нас рельеф немножко получался. 1 мы провязали столбик, теперь 2 вогнутых. 1, 2. Опять 1 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. И получается 2 вогнутых у нас. 1 столбик вогнутый. И второй. Вогнутый столбик. И последний столбик с накидом в воздушные петли, то есть третью петельку воздушных петель. Провязываем столбик. Так, все, мы провязали с вами 2 ряда. Смотрите, как получается с этой стороны. Набираем 3 воздушные петли и поворачиваем вязание. Теперь смотрите, что получилось с этой. Вот уже вафелька практически начала формироваться. Нужно сказать, что 2 ряда у нас будет повторяться. Сейчас 2 и 3 ряд. И эти потом последующие ряды будут повторяться, как четные и нечетные ряды. Первый ряд это заложили мы основу с вами. А теперь будем формировать. А здесь, если мы вязали, например, здесь 2 вогнутых, да, то теперь мы вяжем. То есть, получается, сейчас у нас будет 2 столбика обычных и 1 вогнутый. То есть, мы будем вот эти линии продолжать формировать. Теперь мы вяжем, набрали воздушные петли, то есть вот в эти вогнутые столбики предыдущего ряда, в эти петельки, мы должны провязать 2 обычных столбика с накидом. 1, 2 столбика. А следующий столбик, смотрите, он и так просится, да, он у нас так выпирает, он и просит, захватите за меня, захватите. То есть, здесь вы не ошибетесь, провяжете вот так вот вафельку. Опять мы вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2 обычных и 1 вогнутый столбик. Опять 2 столбика с накидом. 1, 2 и 1 вогнутый. 1, 2 столбика с накидом. Когда вы заложили уже основу, дальше вязать проще простого. Здесь уже все видно. То есть, главное второй ряд правильно провязать, а потом уже просто опирайтесь на тот рисунок, который у вас вырисовывается. Так, и 2 обычных столбика с накидом. Последний столбик вяжем в воздушные петли, то есть, третью петельку воздушных петель. Вот. Вот мы провязали уже 3 ряда. Смотрите, как получилось с изнанки, вот так с лица. Но, скорее всего, это, да, у нас получается лицо, а это изнанка. С изнаночной стороны вот так. Опять мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И повторяем второй ряд. То есть, поворачиваем вязание. Сейчас у нас будет 1 вогнутый столбик. 1 вогнутый столбик. Теперь 1 столбик с накидом. И дальше пошли 2 вогнутых. Тоже видно, что вот где 1 столбик с накидом, вот они, где нужно вогнутый, они вот как будто выпирают, видите? А этот вот утопаясь, сюда мы вяжем обычным. Сейчас 2 вогнутых. 2 вогнутых столбика. Обычный столбик с накидом. Так. 2 выгнутых. 1, 2. Столбик с накидом обычный. 2 выгнутых. Так. Мы заканчиваем с вами 4 ряд. То есть, у нас пошло повторение. Четные ряды, они все будут вязаться так, как я сейчас вам показала. То есть, начало ряда формируем. Сначала 1 вогнутый, потом обычный столбик с накидом. Так. В конце делаем столбик с накидом обычный в третью петелечку для завершения ряда. То есть, четные ряды будут вязаться, смотрите, по схеме. 1 столбик с накидом, вогнутый столбик и потом пошли по 2 выгнутых. Поворачиваем вязание и смотрите, какая красота у нас уже сформировалась. И сейчас нам нужно провязать 5 ряд, как 3. То есть, вот она вафелька, такие ячейки красиво формируются. Давайте провяжем 5 ряд. 1, 2, 3, чтобы понять, как же у нас ячейки будут дальше формироваться. Сейчас мы вяжем 2 столбика с накидом. 2. Здесь мы видим, что идет вот эта линия, значит, мы делаем выпуклый столбик у нас. Опять 2 столбика с накидом. И вот они, ячейки, уже у нас формируются вторым рядом. То есть, 2 ряда, они формируют 1 ячейку. Смотрите, как вам для рисунка нужно. И расчет здесь, в принципе, несложно посчитать. Для каждого примерно по 3 столбика нужно для каждого, для одной ячейки 3 столбика. Поэтому, если вы будете вязать какое-то изделие, то количество петель несложно посчитать. То есть, кратно 3 можно набрать и все должно у вас получиться. Так, и последние 2 столбика с накидом. Так, последний столбик. Вот, смотрите, я думаю, все понятно я объяснила. Такие красивые ячейки у нас получаются. Несложный узор в исполнении, но очень оригинальный на вид. Очень оригинальный, красивый, такой для детских вещичек, или для каких-то объемных вещей. Очень-очень, я думаю, подойдет. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!